Замечательное начало нашего литературного года, 4 января, и первая крупная встреча литературная, замечательный день поэтам, философам, теоретикам литературы, Кедровым Александром Александровичем. Прошу его приветствовать, нашу замечательную встречу. Хочу представить ей замечательную супругу, Александру Коцубу, пожалуйста. А это – поэта, работающего в области теории литературы. На самом деле, встреча необычная для меня, она в первую очередь необычна тем, что Александр Александрович не только теоретик литературы, но и практикующий поэт, крупный поэт. Это очень редкое сочетание, обычно это разделено. А здесь у нас будет возможность говорить и о поэзии, и о научной составляющей исследования поэзии. Тем более, что наш город позволяет в этом отношении очень много, что сказать. Ведь, в общем-то, научное исследование поэзии как искусства, оно начинается с Гердера. А корни Гердера в нашем городе, и это такой толчок для того, чтобы двигаться в этом направлении, направлении понимания поэзии, как еще и научное и теоретическое дисциплине. Я думаю, что нам лучше всего сегодня будет сосредоточиться на том, чтобы слушать нашего гостя и задавать вопросы. Каждый может задать вопрос, будет дан микрофон. Если кто-то желает, может написать записочку. Ну и я буду с вашего разрешения на правах ведущего тоже иногда задавать такие вопросы. Но начнем, я думаю, мы с такой, ну, нетронной речи, но все-таки речи, которая открывает встречу. В смысле, что бы вы хотели сказать, вот в кратком таком спиче, открывая эту читательскую, и не только читательскую, здесь очень много авторов присутствует в встрече, в главной нашей областной библиотеке. Прошу вас. Вот так уж получилось, что, может, да и не случайно это, конечно, получилось. Дух канта все улетает, и мои друзья обеяны духом канта, и вот устроили эту всю встречу. Я бесконечно неблагодарен. Вот они все здесь перед вашими гражданами присутствуют. И мой любимый поэт, Динамик Мишко и Владислав Баркович, который был прохожен, осторожен, но дорогу по дороге сюда. И замечательный писатель у нас, как я, Динамик Мишко и Владислав Баркович, находятся все коллеги по ПМ-группу, по нашему такому общему, дуровому писательскому делу. Но, вы знаете, в России писатель никогда не был человеком, который занят только словешностью, письменностью и изобретением всякого занимательного сюжета. Нет, нет, наверное. В России писатель, что это человек, который знает о жизни что-то такое, чего никто о нем не знает. Это так. И знает не внешне. Вот, допустим, если это какой-то, ну, какой-то не великий, допустим, епитер, да, он очень много о этом не знает. Но этого очень много может быть почерпнуть и в Англии, и в Библии, и так далее, и так далее. А вот писатель в России – это человек, который что-то знает такое, чего только он знает. И ждут от него именно этого. И поэтому я не буду лукавить. Я скажу самое главное, что знал, в тот момент, когда это я произнес, знал только я. Знал только я и никто другой. И вот, когда Вознесенского спросили, «Кетов является вашим учеником?» Ну, Вознесенский – мой друг, вы видите, да? И вот к этой книге «Библии» он считает по слову Вознесенского «На Сталин сладок трендов, константа кетова». Он есть статья «Ворбута», это по мобильнику в 98-м году. И Вознесенский сказал так же, «У всех у нас есть свои учителя, у меня – Бастерна, у Есенина – Бог, а у Коста – только Бог, и море – учеников». И это правда, он только Бог, и он тоже не вспомнил, видишь, потому что я только себя слушаю. Да, я не один, да, я идирующий, но вот когда творчество, вот только самого себя. Хотя Леонид Мейстер сказал, видите, слова «Бог ближе к нам, чем мы сами к себе». Даже еще ближе, чем мы сами к себе близки. Но я до такой глубины, конечно, никогда не доходил и не стараюсь. А вот той глубины, где я же являюсь собой, где-то уже в 1958-м году, я понял одну поразительную вещь. Вот, относительно вверх и вниз. Космонавты в этом убедились когда-ли, невесомости, там, формировали, да. В Солоковске никакой невесомости не было, но он писал в «Брёзы» хотя бы не видел, состояние невесомости. И он даже пишет, что это поразительная вещь, друзья мои. Ведь это у сказок нет, там летают, ну, наконец-то, налёты, которые летают. А вот я вот это ощущал с детства. Вот это невесомость и нет бесконечности. И он действительно так описал здорово, что он, например, ничего добавить, то к космонавту не смогли. Вот у меня такое озарение возникло, когда я был так, как относительно вверх-вниз, я это даже не могу почувствовать. Так же относительно внутреннее и внешнее. А если внутреннее и внешнее относительно, то ставьте себе, вы ставьте, что ничего пока нет. Что всё внешнее пространство – это внутренняя ваша пространство. А всё внутреннее – это внешнее. То как их это не так? И тогда начнут происходить следующие чудеса. Сначала я это скомплировал очень просто. Человек – это изнанка неба, небо – это изнанка человека. Это компьютер любви у меня. Это были главные мои вещи. Но вообще-то, может быть, лучше это доканчивать ровную вещь. Вот таким стихотворением. Ну, вы помните держательское? Я царь, я раб, я червь, я бог. Я телом фрахи, истеваю, мог, громад поливаю. Я царь, я раб, я червь. Вот я взял этого держательского человека, который, несомненно, находится в пространстве бетона. А я уже находился в пространстве Эйнштейна. И тогда возникло такое стихотворение. Червонный червь заката путь проточил, В воздушном яблоке яблоко упало. Чем обудей, прочерченный червем, Все поглотило, как яблоко Адаму. Но яблоко, впустившее Адаму, Теперь внутри себя содержит древо. А перево, впустившее Адаму, Горчит Адаму, и хузит Адаму. Но ты червя одно, Адаму, И яблоко, и древо. На их крещеньке червь В очмерке пишет червь, В вернушесную знамку червам Всегда вещай яблоко и перево. Я не считаю это просто мысли, идеи, язву, Я думаю, что это все-таки есть открытие. И это открытие я назвал по-разному, А в самом момент вот этого Внутрения Вселенной, В себя и выворачивание Вселенной современно, Я придумал слово, Которое вывести на все это Inside Out, Inside Out. И даже нашлись Энфодиасты, Которые издали, что мысли Дежедасты, на котором В 2001 году Издал в моем книге Inside Out, И сиськи перемешку Так как я сейчас вовремя говорю, Вот так вот, там это все Внутри здесь. Но наша идеологическая гриппика Воспитывая черт знает на чем, И черт знает на ком. Вот какая гриппика. Знаете, Для них это все равно, Я бы упустил это на таком мечтатном, Даже не санскрите, А как я бы, Какие-то геологи, Ну, древние шумерские, Ничего не поняли, Ничего не почитали. И эта книга По уменьшим молчаниям Нашей уже сетей книги Постсоветской гриппики Пусть спокойно Получит на нобелевском комитете И включена Нобелевский успех За номером 688 Третий разъек, Что я считаю грандиозным Победой граждан. Ну, вот, 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 что я хотел Трон перейти. Вот, я здесь взялся Книгу Не помню уже, Как она мне досталась И где-то на самом деле Здесь поэзия Честно спрятена С философией. А, Кзыл Санчин, Вот, все-таки О связи философии И поэзии. Насколько тесна Эта связь? У вас, по-моему, Поэзия вся связана С философией. Этот вопрос Не все философы-поэты, Но все поэты-философы. Это в день Ясно Если Фетт сказал, Он может Это влияние Ну, Канте Я бы сказал Он уже еще и Канте И Вагиб Там все Но он и без Канте Шабекавера Да Шабенгауэр Ставсин Скорь Я в смысле Этого дела Но он сказал Про звезды Пусть учились Вы мечты И иерогии Это долгая часть Того, чем я занимаюсь Мета-код Я понял Что так как Генетический код Спирали ДНК Таким же образом Всемирный код Включающий Генетические Культурные Исторические И космологические И фантастические Мета-код Он расшифрован Очертами Звезд И на вопрос Юнга О том Почему Сожвездия В таком порядке А не в таком Соединяются И у разных Дорогов Альбар Соединяются И они не соединяются Ну потому что Эти четыре Иерогии Это здесь Единицы Всемирного кода Я его назвал Метокод Темно К моему жюри Было много Девять очищать Но я как сейчас Помню Этот жаркий Московский Ким Я после лекции Детский Трудячий Отчитан Дружа Когда читаешь Уже Идешь Как Избав Ну все Еще Так Сосыношки Можете А так Вы памятник А в руках То что я Сейчас рассказываю Все это написано Называется Дружная книга А что же Комратили Возьмешь И в новый Мир Выдешь И утопая В ашфальте В 81 Году Утопая В ашфальте Потому что Загорел В ашфальте В ашфальте А там сидит Человек Борис Камьянов В обереге Так посмотрел Берега Ну да Вы знаете что Я это напечатаю Меня из печати В партии Уволят С работы Но мне напрямую Я все равно напечатаю Здесь не только Ответ секретарь Его фамилия Ветрашка Вот по-моему Ветрашка 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 Ветерашка Ветерашка Он не задержан Ветерашка И статья Ветра Ветерашка Ветерашка Была Отчатана В новом мире Одновременно С таким боевиком Как Универмаг Штемлера Сейчас Страна Расклад Поэмой Литвушенко Мама Нейтротная Полка Очень Прискрыш За тысячи Второй Ветерашка Ветра Статья Ветра Ветра Ну Конечно Вскоре Она Ветра Уже 1 апреля 1984 года Появляется Статья Ветерашкорного Подзрения Напечатанная Безведомо Редактор Главная И безведомо Ответ Все Ветераря Которые Стали Все Привычные Что Они Стыдно Нелко Нелко На стыде Нисти И науке И там Со ссылками На Ну Они же Помирали Быстро Антропов Сначала Потом Черненко И там Сначала Вот как Скажено В речи Игорь Андреевич Антропов Как Скажено В речи Черненко И все Это Якобы Не против Мои Свердные Дни И Прошу После Чего Мне Конечный Слог Через Вопрос Простерить Какими Камерами Другими 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 Вот так Другими 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 И я Серьезно По-моему Это Акция Подписка Вот Этого Само Ощущение Уворачивание Я могу Сказать Было У меня Только Два Раза В жизни Но Не Только У меня Оно Было У Андрея Пилова Я Об этом Пишу На свои Дни Поэтический Пункт Зайдя На Пирамину Хеопса За Четыре Ступени До Вершины Он Почувствовал Себя Зодиаком Который Сам Себя Обволакивает Как Мякот Девсика И что Обволакивает Косточку И я Сместился Но Правда Я не Сместил Ссать И Тургих Это Кстати Очень Важный Момент Женский Мужской Мужской Мужчина Он Как Видимо Мужское Женское Это Очень Важный Момент Отношение Между Мужчиной И Женщиной Это То Самое Что Отношение Мужчина Человек И Космос Это Такой Ж Момент Слово Выворачивание Может Заденится С некоторыми Оговорками Слово Любое И В этом Смысле То Что я Увидел То Что я Почувствовал То Что я Открыл Не Только Не Противоречит Пожалуй Так Скорее Резонанс Идет С тем Что Мы Знаем Бывание О Любви Как О Семьем Космической Семьи Вот Вот Что Я Хотел Вам Сказать И Спасибо Пожалуйста Вопросы Или Разгода Пока Мало Пожалуйста Евгений Вопросы Я Вам Наверное Уже Надоел На Фейсбуке Но Я Еще Раз Вам Этот Вопрос Задам Все Так Потому Что Вы Прорывались И Тот Человек Прорывался И Он Был Присажив Назовите Аудитории Нашей Чтобы Они Знали Что Сейчас Я Назову Конечно Обязательно Это Митрофан Семенович Асенов Митрофан Семенович Асенов Он Предвосхищал И Теорию Вольнштейна Миленковского И Хредникова Написал Книгу Кинетическое Транцедентное Время Что Так Я Точно Сейчас Могу Вспомнить Но Ее Вчера Еще Маленько Читал Я Хочу Спросить У вас Вы Знаете О Таком Филозе Что Вы О нем Думаете Он Весерцкий Русский Пробиваться Тоже Знаете Вот Я помню Еще и раньше У меня спрашивали Я очень благодарен За этот вопрос Пока Я тебе Проделаю В чем Дело Вот Мы Находимся В трехмерном Пространстве Вот оно Это Комната Это Всеведомие Смертание И Бескредитно Комнат Пространство Трехмерном Но Еще Я пришел В эту Поэтический Космос Шетерпулец Морозов Великий Астроном И Отчасти К сожалению Мы Чем-то Связались С террористами Бомб Делав И Задел Попаш Если Бог Убер Вот Она Писала Такое Дело Вот Сидим Мы В камере Перед Нами Озеро Замерзшее Плоское Такое По Постарайцам И Перескукивался На От Пяшил Кирил Не От Кого Ну Там Смотрите Как Чит И Они Меня Спрашивают Вы Пратематик Скажите Не Затем Как Ничего Апостол Апостол Ангел Был Из Камера Не Нарушив Затвор Не Нарушив Затвор Можно Вы Из Капухар Человек Записывает Сундук Записывает Записывает Закрывает Сундук А он Каким-то Неизвестным Способом Жизнь Победила Смерть Неведовым Способом И Оказывается Старок И Аналогия Такая Значит Вот это Плоскость Вот это Плоскость А Значит На 10 Диабьев И Плоскратики Живущие На этой Плоскости Плоские Существа Как мы Трехмерные Они Допустим Двумерные Существа Вот Уберевшись В эту Степку Они Это Воспримут Как просто Движение Пришло Пол Пришло В движение Они Воспримут Третье Измерение Как Движение Так вот Может По отношению К третьему Измерению Четвертое Как движение Тут просто Разгонимается И Значит Вот Эти идеи Не только У этого Философа Были Они Были Ушел Успенского Написавшего Книгу Четвертое Измерение Вот Смысл Был То же Что И Того Проба Назвали А Чем Ну Следующий Не Взяли Из Нашего Мира Каким-то Образом Чемпион Шесть Измерения Чемпион Измерения Оказалось Что Они Все Философ Мышлители Действительно Опережали Время И Приближались Кеория Насительности Штейн Потому Что Оказалось Что Времени Отдельно Пространства Отдельно Не существует Это И люди Ну Так Как Горизон Как Солнце С Пойки Заходит Они Есть Но И Нет Вот Так же И Время И Пространство Оказывается Есть Какое Таинственное Пространство Время И В Начале Века Прошлого Доклад Казаши Гигантского Действия На Всевышний Смысл того Что я говорю Уважаемые Канки Что заключается Следующее Отныне Время Само По себе И Пространство Само По себе Становится Пустой Фикцией Иллюзией И только Их Нечто Единое Слово Для этого Он Не придумал Для этого Нечто Единное Эйнштейн Потом Назал Очень Громос Пространство Но Время Ной Бон Зигу Вот То есть Пространство Время Потом Наш Замечательный Гениальный Филолог Литератургет Бахтин Хроноток Пытался Хроноток Время Ток Прознание Я предлагаю Значит Да И на основании Этого На основании Этого Ток Вычерчивается Видео Мировых событий Мы с вами Сейчас Идем И разговариваем В иллюзорном Отдельном Отдельном Пространстве Отдельное Время Получит Так Что Закончится Наша беседа И это Все Иссезло А в настоящем Пространственном Новый Новый Мином Клотином Это Остается На Линии Мировых Событий Опять Видео Название Линия Мировых Событий Это Не Линима Это Линис Я Это Физики Знают Это И в начале Четверска Это К К Отк 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 Ну Так Ну Это Удобная Анатоматическая Операция Но К Концу Жизни К Когда Умер Его Друг С которым Они Вместе Замышляли Вот Размышляли Как мы с вами Сейчас О Канке О Времени О Пространстве О Месте Человеку О В Вечности Он Пишет Своему Сыну Дело В том Что Сообщение О Смерти Моего Друга Меня Нисколько Не Отмечали Потому Что Я С С С Харфуком Как Мы Володые Сидели С Ночь Размышляли Пророк Ты скажешь Это было В прошлом Но Мы До физики Знаем Что Прошлое Вовле Настоящее Это Чисто Человеческое Илюзия Суть Того Чем Ушел И Суть Того Чем Ушел Девушки Это Все Таки Вот Это Вы Имейте Ввиду Петра Устинского Да Все Таки Друзья Мы Ждем Время И Пространство Такая Такая Обманка Как Вот Солн Усход Такой Это А на самом деле Земля Так И тут Мы Находимся Не только По времени Время Время Всегда Необъемлемо От пространства И стало бы Исчезать Ничего Происходящее Не было Все Остается Все здесь Прошлое Будущее Настоящее Для меня Существует Одновременно Не знаю Как Исфобулировать Научно Но Это Вот И в этом Суть Мои И то Что я Назвал Слово Металитахор Опять же Приведя В колу Сюшевскую Критику Когда И Словили Ордены Которые Тогда Занимались В том Чтобы Ловить Шпионов Ловить Боэн Эти органы Решили Что Металитахор Долкали В ЦРУ В каком В подпале Да И загружили Сюда Но Вот Пошло Много Ледения Металитахор Не Воверить Непривод Есть В этом Русской Поэзии Есть У моих Учеников Которых Я впервые Представил Металитахор Ваши Например Как Строится Самолет С учетом Фигурки Пилота Так Строится Либо Свод С учетом Фигурки Удота И это Здесь Пятый Удот Нас Двоят И это Удобно И очень Удобно Такие вещи Или Как Патер К сожалению Уже Погребен В Пьернии В 2000 Почетном Центре года А Иван Слава Ужим Он Тоже Мы Обычно Распринимаем Море Отдел Карам И Отражение А это Море Карам Это Море Карам Вот Опять же Возвращаемся К тому Что Называю Словом Ир Сайд А Я Присую Сотрудие Которые Проникли Вот Этим Процессом Инициатива Удачевания Воплодрения Неверодания Поцелуй В это Время Змея Сползающая Со Коса В мазуке Оставляет Кожу На Швалах Как Шлейф Корейный В это Время В гостиную Варивается Распутин И Оттуда Вываривается Время Все Охвачено Единым Вселенским Засосом Млечный Осьминог Вошел Восьминога Двое Образующихся Восемь Другого Влекут Другого Так Засос Устремляется В море Влезет Так Засос Белцесей Крестяне Церковной Так Младенец Очепоченный Во сне Жизнь Будущей Переполняю Аплодисменты Лучше Говорить О Минковском Потому что Он закончил Аштадскую Гимназию Закончил Здесь Университет Работал После университета Такое-то Время Но Потом Дальше Стремился Литинген И В Швейцарии Именно он Был Учителем Эйнштейна То есть Всю Матфизику Прочитал Эйнштейн Как раз Минковский Был На несколько Лет На 10 Старше Чем Эйнштейн Ну и Вот это Его преобразование Великое На самом деле С точки зрения Физикова Это Такое Вариантное Преобразование Которое Оставляет Сохранять Форму Уравнения Массового Методически Очень важно Что Вы говорили Как это Для физики Говорится Ну то есть Это такая Типичная История Нашего города Замечательно Ну Вы можете Посмотреть На мою Передачу Скопиться Время После Эйнштейна Был И как Он Очень хорошо Подносился В моем Поехе Как-то Мы познакомились У Пастернака Обычно Будет такое Обычие Чтобы Несен Не звонил Говорил Я хочу Что Придон На всех Левщинах И на всех Левщинах Левщинах Привозил меня В дом Левщинах И там Мы познакомились с Копицей И вот Копицей Может Назвать Это запах Он Я Так Но Он Понимал Запах Ему нравилось Как читать Но Не понимал И вот Он Строил Передач И я Ну Что такое Это метаметап Что это такое Это метаметап Как Допустим Вот эта точка На вашем теле Вот Ну Можно Постоян На бесконечность Нашего Железного Проекцировать А Так это Ожидный Обрат Привоз Привоз Обоэзии И философии А хотелось Чтобы вы Разрешили Может быть Обоэзии Или этике Развенности Очень Тонкая Такая Материя Ну Разумеется Когда Мы Именно С людьми Которые Переживели Пусть И там Допустим С тем же Каннс Который У вас Была Агнесс На его доме Две вещи Наполняют Душу Моя восторг Изумлением Звезды Над моей головой И категорически Имперед И в бабле Конечно Две Это Канта Прорвавшись Ну А что Вы говорите Соответствую Эту Этика Она Она Семья Понизана Естественно Общечеловеческое Понимание Если Под каждым Крамем Погребена Вселенная Неужели Не ясно Что Вместе Убивать Вселенную Это Не понятно Что Надо Благодарить Перед Судьи Это Конечно Имеет Прогребное Отношение Которые Если Каждый Человек Вселенная То Естественно Все Люди Независимы От Национальности Независима Уровы Своего Родинителя Это Все Вселенная Это Вселенная Это Вселенная А к Родинит Относиться С Живою И Певечно Опять же Это Вполне Воспадает Вполне Воспадает Но Это Воспадает С Великими Словами Евангелем Царство Божие Внутри Вас Царство Божие Внутри Вас Есть То Что Взял Толстой Это Главный Своей Замечательной Подписающей Свящей Царство Божие Внутри Вас Так что Конечно Мораль Ну Словно Говоря Мораль Понимание Тонкости Двое Отношения Между людьми Ну Если Вы Пахавшки Будете Обращаться Со Вселенной Что Будет Погибает Человек Если Человек Не Видит Вселенную Что Здесь Происходит Он Пробращается В Некой Сличный Мышной Комок Или Как Хотели Ученые Понять Это Как Комок Скинков Ведь Человек Понятие Исказывает Через Много Всяких Отмыч Была Отмычка Марса Экономика И Социальной Была Отмычка Фрейда Все Была Отмычка Павла Вот Рефлекс Условные Безусловные Все Отмычки Срават Все Отмычки Срават Потому Что Человек Внутри У меня Есть Такое Личность Больше Любого Общества Каждый Человек Больше Вселенной Кстати Говоря Чтобы Этот Процесс Как Каждый Человек Больше Вселенной Когда Открывается Бутон Человек Человек Шитов В этот Момент Даже Ягод Вот Он Снищает Тебя И Человек Телефон Полностью И В этом Смысле Я Еще Хотел Запомнить Один Замечательный Текст Я его Не знал Когда Эти все Это Снаменитая Евангелие Отфамы Оно Было Найдено Оно Покусанское Оно Было Покусанское Верх Как Низ Низ Как Верх Себя Как Мария Как Себя Это Небольшое Когда Вы Сделаете Внешнее Как Внутреннее Как Внешнее Тогда Вы Объявите в Ценцию Так что В принципе Это Можно Было И Откуда Если Вы Внимательно Это Прочитали Но Это лежало До 1948 Кода Неоткрыто Я Не даю Подробности Диапографическое Диапографическое Потому Что Нужно Шли Иванович Ни Одно Из них Не Является Ивановичем Первого Тех Что Я Не Такого Как Ивановича Где-то Третий Четвертый Так что Для меня Это Тоже Было Я Сделал Это Тоже И Средней Семь Ну Давайте Еще Одну Прочитую У вас Личные Личные Как Подробляются Параги Процесс Ворачивание Все К тому Как Отворачивает Сам Лутер Класс Или Батон Подсойди Зодиака Небо Гаечный Ключ Луны Недленно Прогни Из Из Весь Был Вывернется Лицо Хлынет Швей Швей На Путях Луны Друг В Друг И Аллея Марс Марс Каменное Болото Костяное Сердце От Зав Вывернется Черепа Черепа Черепки Из Жестковой Книги Кто Вывернется Клина Из Провалов Носов И Глаз Твоя Женящая Бородка Долгоиграющая Тихо Черепной Повторяющая Вибрацию Звонких Гор За Этой Свободой Ничем Не Отчетчатой Не Огроменной За Этими Тимяськими Контрами Проявляющейся Руман Не Ищи Знакомых Признаков Не Огроменять Ромоским Твое Грядущее Шествие Незавершенность И Когда Эти Кам Эти Семящие Кам От Попадая Кем Упадут На Штату И Пойдешь Попорно Наполнено У Прохлады Отрывая От земли Булгерскую Звонки В Кем Мы Практически Некрасываемся Жизненных Этапов Нашего Госта Потому что Надеемся Что вы Видите На Презентации Которую Замечательно Наша Областная Библиотека Сделала Все Можете Там Посмотреть Достаточно Большая Подборка Фактов Событий Трудов Мне Хотелось Бы Сейчас Обровили Немножечко Речь Шла О Вознесенском Говорили О том Что он Ученик Пастернака Хотя Мне В поэтике Вознесенского Все-таки Больше Вяковский Видит А Вот Если О вас О Деточке Поэтической От Кого Вы Тянете Свою Дедку Есть Можете Назвать Совершенно Чего Могу Сказать Ранее Можете Нежной Вы Можно Скрип И Ложете Левожен Налитар Ложен Грубый А Себя Как Я Вы Можете Чтобы Глядь Низ Ложки Будут Хотите Буду Отмяться Бешеным И Как Небо Меня Это Нам Хотите Буду Безукоризм Нежной Можете Уже Второй Там снова Ты легла Ночь Обожила Небо Звездный Тарь В Такие Небо Часы Встаешь И говоришь Века На Исток Величайший Тарь Просто Мне Открывать На его Коммунистический Гляд Я Как Раньше Говорю Зоологический Я Не Коммунист Но Это Величайший Тарь Он Оказал Хлебник Но Конечно Гораздо Больше Я Не Оказал Хлебник До Тарь Я Устал Через Крем И Я Написал Вы Можете Прочитать Тоже Было Собъем В Моей Жить В 80 Году Статью Звезд Нашего Кабина Хлебникова А Хлебник Был Программ Когда Вообще Ничего Не Печательно Начиная С 76 Года Когда Бедный Степан Хлебников Выпустил Советком Писатель Книжку Кабина Хлебникова Она Стала Инфаркта Потому Что Руки 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 Кромсали Кромсали И Все После Это Печательно И Вот 180 Конечно Хлебник Гигантского Российского Канал Вот Я даже Продолжаю И в поэтике И в звуковом Вот Сидитут Елена Заканцова Она Палиногические Словачи Создала И Создала Новый Жан Палиндрам Не просто Палиндрам А свои Палиндрам Но Один из первых Переведчиков Переведчиков Мы Мы Не завезли Тебе Разум Разум Что Должны Жен Это Конечно Супер Елей Но Он Как Уф Он Не вмещается Слово Палин Он Величайший А что Величайший Оно Которое Ну Ближе Что Либо И Которое Стоило Мне Отчисление С факультета Журналистики На Уф Я Силов И С Пожир Против 62 По Комнати Бродят Медведь Тишины Я Заброшу Сюда Из Другого Светлого Пекла Мне Смешно Когда Четыре Стены На Одно Свободного Человека Нет Я Не Строил Крепкий Скорчей Это Не Я Придумывал Замазывать Солнце Стекло Люди Хотите Я Позволь Чей И Они Прикажут Разрушить Каменный Дом А Я Заброшу Сюда Из Другого Светлого Пека Для Меня Ваш Из Дание Каменное Ничто Мне Смешно Когда Одно Свободного Человека На Его Хрестное И Каменное Место У вас Выдающая Сериография Скажите Пожалуйста Как Она Случилась Я Имею Ввиду Отношение Советской Гуральностью Что О ней Думали Тогда И Что Думаете Сейчас Что Она Еще Нам Готовит Я Думаю Советской Власти Я Соблюдаю Соблюдаю Нормативную Лексику Я Думаю В этой Эпохе Эпоха Величайшая Там Были Величайшие Генеи Вот Я Примерно В это Время В декабре Прощались Соблюдаю 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 Он Великие Люди Он Написал Великие Стихи Которые Остановились Организации Сталина Он Написал Великие Соблюдаю Баты Я Прихлопнув Жаню Стихизм На некоторое Время В стране Он Написал Величайший Стих Когда Велик Дураки С Словакию Танки Идут По Баты Танки Идут Он Написал В строке Очеловечившую Страну Кровать Была Расстелена И ты Была Расстелена Напишет Там Соблюдаю Я Потом Мы попросили Его Чтобы он Прочитал Он Прочитал Величайший Кений Вознесен Я Говорю Потому Что Он Мой Сруб Самый Близкий Потому Что Действительно Он Генеальный Давайте Я память Его Почту Сиротворение Его Поменяю Был В 93 Году Он Вернулся Вернулся Из Америки Он полгода Жил У Дмитра Оттуда Все было Хорошо Но Он Не мог Без русского Языка И вернулся Правильно Он Меня спрашивает Я правильно Делался И вернулся Если Ты не вернулся Некому Было бы Спрашивать И мне Некому Было бы Отвечать Тебя Как не Был Спрашивать Я Без России Не Существую Я знаю Я знаю И он Это Речь Это Вознесен Не Вознесен 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 И он Ну И Вознесен Вы Можете Прочитать Что Он Продиняя Написал Сорвах Веков Судовничатель Вознесен 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 Приносил Меня Принять Участие Вечерем Теремост Москва Нью-Йорк Москва Тиев Москва Тбилисия И Всю ночь Мы В 93-м Годов Закончилась Польба Кульба И Значит Был вечерем И он Написал Станцы Вы Можете Так Посмотреть Посмотреть Читаем И почитать Это Какой-то Усобран Сочин Раз И два И три Четыре Костя Не протився Ничего Сочин Ничего Называется Половитель Дышали Двадцать Четвер Другланов Полозка Жребела Святая Светлая Кверка Изумительно Совершенно Вот автор Песня Над небом И Города Тих Сочин Города Вот Верс Хвост Тей Наверное Кисель Папустой Экох Это Экох Кипер Чащий Я не познакомился только в рай под Маяковском, которая была, мне не поворачиваться, все время язык называть «Площадь Маяковского», «Маяковского» или «Триумфа». Ну что такое? Это Маяковка. Там нас ментыли, значит, на гонях поджимали. Там Губан, там Губан тоже, ну почти гениальный парень. Это же был эпоха книги. А какие художники там были, друзья? Ну, один дейший от чего стоит. Начнешь перечислять, да уже не захочешь. Величайший бог. И к советскому, и к советской власти надо иметь никакого. Советская власть дадила и тушила все, что только могла нарушить. Да, но существовало противодействие по этому. Противодействие? Ну конечно. Ну я, знаете, мое производительство писало в том, что я в эту сторону старался не смартфить вообще. Что тоже считалось величайшим. А политичность считалась в то время величайшим. Величайшим. Вот. Ну конечно они нас задушили. Конечно они нас задали. И все лично проявшим, которые я рассказывал. С другой стороны, я кривал на них и читал это все студенты. Вот. Под предлогом фольклора, под предлогом русской литературы, скучно, на столе, в том, в том, в том, в том, в том, в том. Я им все, вот это, что я вообще говорю, все равно рассказывал. Зажим раздался противодействие. Совершенно верно. Что-то вот в благополучной Швеции нет гильи большой. В Калтесе? Да. В Калтесе? В Калтесе? Да. В Калтесе? В Калтесе? Да. В Калтесе? В Калтесе. Это Караб. Это Караб. Как в Ормени со временем назвали? Ну, то есть, конечно, конечно, мы в этом смысле есть. では, в ChristineVarts не нужен mathematics, но и в Украине. Мы сидим там Argentinos. В Духуку, yes, IT malaria출. Для героевных Kosnoly Moses они уже не формируют. Как он не drowns. Нет, но разные Particky. Как в странахcent не можно, что это происходит? Он очень мустав. Время выкристализовывает гений, обозначает какие-то вершины, мы читаем, в свое время, когда вы говорите о запретах, например, поэзия была очень популярна в студейской среде, наоборот, отсутствует Светаева или Мандрештава в Раскратаке в открытой продаже, граждал, наоборот, больше интерес, мы там перепечатываем, учили наизусть и так далее. Вот все в том времени вроде как ясно, да? А сегодня ведь масса поэтов, да? И мы не можем никак определить, какие кардинаты, а присутствующие не говорили. Громанный поэзий, громанный, громанный. Но он и думает не только о своей поэзии. Вы посмотрите, что он сделает. Вы лучше поработать, как это может быть. В его величии мы не сомневаемся. Ну, я говорю просто о всей картине поэзии. Понимаете? Вот сейчас вы можете назвать хотя бы там пять поэтов, на которых ориентируется сегодня поэзия, скажем. Ну, знаете, это неправильно. Есть одно выражение, что у нас сейчас есть коррективные пуши. Да, Боже. Семья, может быть, все, кто-то пишет. Звучит наш коррективный пуш. Мои вещи, троли которых я представил, что Пашка, Ирёшка и Ирёшка, и Ирёшка и Ирёшка, и Ирёшка, и Ирёшка. Геременко отчислили за то, что он не стал давать научный коммунизм. Парчикова затронули так, что он уже в центрах убежал, в астронтур. Я его хотел в институт, но уже не мог всю дуть, которая говорила. И, конечно, там в ночах. Геннадий Бешков. Он же не просто поэм. Это какая личность? Вы посмотрите, что он сделал. Это невероятно. Вот в чем, что я вам говорю, вмещаются... Вот их два Константина Кедрова. Один сидит разговаривает, но он когда-то перестанет разговаривать. А другой здесь, который никогда не перестанет. Вот этот третунг, который... Я не знаю, как он это сделал, почему он это... Это друзья, взрослый третунг. Константин Александрович Кедров. Дискут стихи, его работы. Давай я буду ждать. Ну, удалось к юбилею. С Божьей помощью друзей. И сдать этот третунг. Конечно, большую работу здесь проделал. В присутствии, слава Богу, эти дни нашелся. Алексей Попов. Лёш, пристань, пожалуйста. Лёночка, это вот этот Лёша. Ни шла Попов. Значит, над этим трехтунгиком работа шла с днями и начальник. Алексей Попов, Елена Кацубов. В начале на связи они занимались подготовкой материала. Алексей занимался Лёрстой. Я был Поповщиком. Я погонял. Что Алексея? Лёна, я тебя не погонял. Ну, спасибо издателям. Издательский дом «Каллиграфская книга». Они выполнили эту работу очень качественно, квалифицированно. И в сроки. Обещанный. Правда, мы немножко иногда опадывали издать материал. Ну, терпеливо, ждали. Ну, вообще, все вышло. Юбилею, Казатур Александрович. Аплодисменты, Казатур Александрович. И я бы хотел, раз уж я здесь вот как бы выслал, я хочу попросить концерт Александрович. Ну, читайте стихо, стихо. И аргейте стихо. Вот. Другая. Ну, я вам читаю какой-то, который, ну, считается как-то основным, как будто вывели. И он написан в 83-м году. Вот. Вот. Его называют «Манифестом Медвеста». Ну, это, конечно, Испович. Горячего сердца никакой не Манифест. Ну, вот так вот. Небо. Небо – это высота взгляда. Взгляд – это глубина неба. Боль – это прикосновение Бога. Бог – это прикосновение Боги. Свет – это голос тишины. Тишина – это голос света. Тьма – это крик сияния. Сияние – это тишина. Звезды – это голоса ночи. Голоса – это звезды дня. Корабль – это пристань всего океана. Океан – это близко всего корабля. Океан – это рисунок созвездий. Созвездие – это рисунок кожи. Христос – это солнце Будды. Будда – это солнце Христа. Ладонь – это лодочка для невесты. Невеста – это лодочка для ладони. Кошки – это коты пространства. Пространство – это время которого. Коль – это звезд пространства. Кошка – это звезды. Время – это пространство, свернувшееся в клубок. Пространство – это развернутый коль. Прикосновение – это граница поцелуя. Поцелуй – это безграничность прикосновения. Человек – это изнанка неба. Неба – это изнанка человека. Расстояние между людьми заполняют звезды. Расстояние между звездами заполняют люди. Любовь – это сквозь света обратно пропорциональное расстояние между нами. Расстояние между нами. Обратно пропорциональное сквозь света. Это любовь. Ну вот, если говорить о коммунистском творении, такая небольшая поэма, где Битхолин и Битхолин и Наполеон фигурируют как 20 основных героев. Мы их фигурируем, поскольку Битхолин, как вы знаете, сначала посвятил третью симфонию деду. Третью симфонию. Сначала Наполеон посвятил, а потом, когда увидел реальность, и как объединяется, и в Европу ушел по штуковым процентам. Вот это ощущение у Брама. Посвятил у Брама. Да, да, да. Вот такая вещь. Битхолин открыл, Зеркальный, Рояль. Свет стекал, Рояль, Как в детальных течи. В черных клавиках Была ночь. Он не то играл, Не то смотрел. Наполеон Смотрел, Рояль, Как в дырму. Перед ним он чистый звук. Засыпал, Играя в бою. Рояль, Говорил, Наполеон, Незаменимая вещь в бою. Его выдвигал на передовую, Взирал маршем. Рояль играл, Моего и Паша. В все стороны Отнес свет слад В пространство Зеркальный хлам. Учислись здесь. Началась битва света. Наполеон Зажмурился И упал с коня. А в небе Петель Вместо Битвы Показанный Мираж Наполеон Там Шел Там Напрасно Ищут Друг 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 Бой Вопрос Друзья Пожалуйста Не советские Но остающиеся Социалисты Такими Друг 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 Это Друг Ну, конечно, там много не справедливости, что надо говорить. Например, от того же Андрея Ивановича могло выиграть на Нароковское время. Но ему дали государственное. И Нароковский комитет на этом основании не дали. Ну, это за братья. Ну, это мутично. Ну, просто чёрт, знаешь. Ну, мало ли кто чёрт. Или на бог. Вот видите, Нароковский комитет, ну, как мне понравилась логика. Она тоже бездрашная. Она какая-то не такая. Да будем хоть сто раз в миллион бездрашный. Какая разница? Важно, что гениально. Бездрашный это... Ну, я не знаю. Ну, он написал на флот эту вещь. Вы хотите этого, пожалуйста, получать. Всё равно гениально. Вот. Не надо было... Вот не дали. Ну, как? Я всё равно не понял. Так что, ну, просто у нас очень много денег, и поэтому не хватает Нобелевских премий. Уважаемые женщины. На Нобелевскую времену был выпуск полстолки. Да. На Нобелевскую времену была выгнута Ахматова. Вот. Вот. Ну... Ну... И Толстой, правда, он сам отказался. А что касается в лепой премии... Ну, тогда ещё это было немножко другое. Это была... Это была открытая премия. Это была премия не то, что называют сейчас «кремиями них». И это открытая. А там такую глупость. Он не проникал в цивилизацию. Нет, там ещё глупые. Послали... Это Толстого, которого травили все коммунирии, от Синода до Прихорского, какой-нибудь батюшки. Вот. Посылали в Академию наук, науку... Как? Можно так, Игорь Николаевич? Академию наук. С полными штанами. Ну, как... Его отлучили от церкви, церкви, от церкви. Вот. И Нобелевский премьер ждёт, что скажут эти... Ну, много глупостей. Но всё-таки хорошо. Но она... Понятие? Она выполняет главную задачу. Главную задачу. Она напоминает, что есть литература. Что есть поэты. Примия Манхэ. Примия Манхэ. Да. Ну, вот эти у моей жизни, конечно, есть чудеса. Вот от той чудеса. Но тут я, по крайней мере, не вижу, кто... Вот эти дворцы и прочие. Вот. Вот. Они здесь сидят. Вот. А это было совсем понравительно. Совсем понравительно. Совсем понравительно. Я переведён на французский, на немецкий, на испанский, на итальянский, на японский, но я не переведён на корейский. И они переведён на корейский. Но дело в том, что в Южной Корее, в Южной Корее, русский язык был запрещён. Корейство. Южно-корейское. Южно-корейское. Не путать. Не путать. Южно-корейское. У которого маленькая игнорка. Это Южная Корее. У которой нет игнорка. Вот. И когда нам разрешили русский язык, интеллигенция, как всегда, то, что запрещено, то и... И все интеллигенты тянулись изучать русский язык. Среди этих изучавших русский язык был господин Соконбанк. Который готовился быть политологом. Он и сейчас политолог. Но, готовый стать политологом, он прочитал Солженицына. Раковый корпус. И совершенно обалденный. И забыл про все политики, стал считать в круге первого. И ещё больше. Но он так не дословно. И я подумал, сказал, раз у них такая великая литература праздническая, то должны быть великие поэты. И он одинаковый человек. Он спросил, какой ты состоял из писателей. Не знаю, в какой едином он пришёл. И где у вас тут великий поэт? И как бы он ни сказал потом, это нас не устроило. И тогда он обратился к своему другу, прокразисту Абута Юнгова. Есть свой любимый поэт, где есть. Называет мое имя. И даёт ему на машинке, печатанном в 88-м поэту, поэту, который я сейчас прочитал. «Компьютер любви». Даёт ему этот поэт. И Шепон Бан обращается к главному редактору журнала «Литература XXI века», чтобы выкинуть его на одну из самых престижных премий Азии – Манхэ. Манхэ – это у них как… Ну, у нас бушки, да, у них Манхэ. Но он ещё и святой, потому что Манхэ не комментирует. А Манхэ возрушает всю службу. Самая-самая жена. Но давали им только «Далай-Лан» в номинации «За святость», «Манхэ», «За дело мира». Гавари и поэтом, таким образом, он получал председатель Северного Совета мира. Ну, я его, к сожалению, не знаю. Он «Бьяна», как это называется, «Анчудивый». Он, минут 90 лет, за него получал. Вот таким ребятам. И вдруг они дали больше, что мог. Поэтому, европейскому поэту, в 2013 году, под пение, под барабаны «Бойс», за то, что вы можете посмотреть, вы вернули церемонию. Это вывешено и корейское, южно-корейское телевидение, и то, что Лена обсняла. Вы можете посмотреть. «Манхэ». Ну, конечно, мне не помешали 30 тысяч долларов, которые вы делали. Но гораздо больше меня потрясло с собой это событие. Но это одно чудес в моей жизни. Короче, чтобы корейство непереведённого поэта. Конечно, это было ошлабляющее. Вот в интернете можно найти не только стихи, но ещё и картины Константина Кедрова. Мне повезло, я слушал в 1985-1986 году на верхних курсах Вик-Институте. Константин Александрович читал Достоевского. Вот. Но кроме этого, ещё и живопись вдруг оказалась, монотипия. Монотипия – это вообще удивительная техника. Вот, да, оформлена обложка монотипии, а внутри нет, да? В одной книге есть сейчас вопрос, в которой передается. Но в интернете есть достаточно. Да, и вот эта техника, одна из последних, так сказать, да. Вот. И вот как ты пришёл к этому? Потому что эта техника, в общем-то, недавно появилась. Ну, я буду... Речь идёт о монотипах моих, которые сейчас как раз вышла в Америке книга с моими стихами, есть в монотипе, да? Она называется кульминация метро-кафора, и вот монотип, снабжена вот этим монотипами. Ну, я писал по-разному. Я писал на холсте, и на зеркале, и на чём только и писал. Я писал. Ещё в юности? Всегда. Не было такого времени, когда я не писал. Но не забывайте о том, вот сейчас все забывали. Советское время – это время, когда кисти – дефицит. Красный – начинает творение домашнего – дефицит. Холсты – дефицит. Раны – дефицит. Поэтому я всё-таки так же был ограничен. А вот гены, которые во мне, моего двоюродного дедушки, величайшего художника, Павла Фёдора Василищева, они всё-таки дали себе знать, он основатель, основоположник мирового сибириализма за 7 лет до Данис, хотя они сдали их на фронт. Их всех пригревал Гертруда Стань. Это была такая весёлая компания. Павла Чилищева, Джойс, Гертруда Стань, Ланзоев, кстати, «Потерянный поколение». Там же и Ханглэйпасса, и Ревак, все они там были вместе. Вот эта картинка всё. В частности, она написана в 1938 году, а она написана в Терпиковской галерее. Но как она в Россию попала? Мой дедушка ренингрант, естественно, он, конечно, был белый, но он служил художником. Он вычерчивал севарские укрепления, но не помогал себе. Вот его стол, у меня главатель сел вот этот картин, я получил в наследство в 1972 году. Вот. Вот эти картинки. Да, 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 да. Патриц. Патриц. Вот этот патриц вообще несёт его работы. Вот он великий художник, гениальный. На самом деле, не таки, а он с наркологическим организмом по-настоящему. Но он их называл «Новым романтиком». «Новый романтиком». Это тоже была выставка. Вот эти картинки галереи. Это его балет Ода, поставленный вместе с ним. Там «Лифай» пляшет. Это последний балет, только у Ягина. Самый последний. Ну, там его не очень тогда поняли, потому что вот эти актёры Баррион Карпич в «Хоть созвездия» изображал. Девак был как с Олеоном и так далее. И они на слепящихся на таких шнурах вращались вокруг центра от ломоносого вечернего распространения, а можно физическое. Ну, основоположник терроризма – мозг вообще. Ну, это так. Всегда найдёшь ещё что-то. Поломачевский открыл дверь, да? А до этого был Шлейков. В Киеве. В Киеве. В Киеве самовыражен, но он был на стороне. Значит, вот это идёт накопление вот на загородных методов. Да-да-да. И никогда не всегда кто-то окажется ещё. Да, ещё. Уходим. Так что, ну да, конечно, конечно. Ну, Павел Федорович, так как я, значит, принадлежит Волгу Чилищевых, я принадлежил в Дубровской веке Волгу Чилищевых. Мой прадедушка Фёдор Сергей Чилищев владел лесами, его поместье Дубровка называло, и сейчас называются. Я тогда приехал, там целый трубик, который он выкопал, и водился. Там стоят никому ненужные строители леса, стоят никому ненужные крестьяне, которые были очень нужны с Павел Фёдоровича. Они и лес у него там рубили, и субнику выращивали, и хампуты делали, в то время как автор МТ-версии, или там старцы. В общем, всё было действительно заработано. Вот этот толк людей в чёрном, в курсе, что их пригласили кто-нибудь в печенье, что решили, что лицо, это чудо. Это герб рода Чилищевых, с удовольствием вам расскажу. Значит, перед книгой какая-то чушь написана несуспедная, про гералью о роде Чилищевых. Но, на самом деле, всё уже установлено и раскопано вторейшим нашего рода, он живёт Виктор Викторович Чилищев, в Сан-Франциско, в Калифорниках. Значит, слева вот это копьё, поражающее по убийству. Это лично бинное тело. Он считается одним из родоначальников. Не самый первый родоначальник, но, поскольку он участвовал в престолу похоже, то перевёрнутся по убийству. Дальше, вот эта корона, это потому что один из чилищевых привёз невесту московскому великому датакнязю Софью Коляулу. Софью Коляулу. Вот видите, вот это три визии, праздник московский дворец королевского мембородства. И самое главное, самое знаменательное событие в нашем роду. Кстати, память 21 сентября, день Куликовской дитвы, он бы давал гигантское значение не случайно, потому что вот здесь изображено слева в центр это Великопьяновский шлем страшный Дмитрий Датсков. А справа и слева две фанфары по белу. Какое событие в этом сентябре? Дмитрий Датсков. Дмитрий Датсков, его кузен, вояне Бренко, которого считали, его двойником просто возбужденцом, на самом деле он возбужденцом, просто кузен. породненность калитерии. Вот через супругу она была тресница калитерии, его ростница калитерии. Вот эти две фанфары означают следующее, что победа принадлежит двоим участникам куликовской дитвы, Дмитрию Датскову и Андрею Бренко. Это писание должно быть в драме Озерова в Микритонской. Такая сентименталистская драма. Вот вы здесь видите стоит паблик через 14-го года от него, а моя бабушка справа от него находится Солжен Челищенко. Потом по приказу личного Ленина всех выселить в течение суток, и через год она улетает Вот она сидит справа. Это мама моей мамы, бабушка Солжен Челищенко. Слева сидит два суток. Ее судьба несколько другая. Ее судьба такая. Она замуж за ученого, который занимался теорией за Лутова. Его арестуют в 1937 году за то, что он услышал про коллективы. Его сначала славят в теории относительности. А потом начинается коллективизация сидит. Но он сам лучший попреждений все общества. Тут формула ясна, что коллективная труд менее эффективен, нежели индивидуальный. Поэтому колхозы обречены. и он наивные наивные находились. Он попел председателем и расстреляли. А вот сейчас показать что они сейчас стоят они посажены папой и прадедом вот они стоят до сих пор и даже зеленее. Я намёточку привёз, генистики, они всё на месте. Я живу в своей опережке. Она одной из этих деревьев. Вот что-то семьи чилища. Отец и папы чилища. А вот это портрет моей бабушки и её сестры Мария Чёдровна она в десяти в том соберях отсидела. Который мне, кстати, я вообще рассказал, что я вам сейчас рассказываю. Это первая выставка получили еще «Наши художники». Это вот в журнале «Огонёк» я в Театре «Наши художники». выступаем «Наши художники» связаны с театром и чего. Но здесь я не в театре видел его, а вот мой папа справа он это в драме детства. Он играет аркашку «Систит» «Наши художники». Но он не только «Огонёк» «Систит». Он поставил «Зовушку» и вот я нахожусь. Но к сожалению, это «Огонёк» 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 «Покажите нам» «Это «Огонёк» «50-го года». Через год тебя ну, я сейчас хочу спросить все-таки никуда не денешься от этого треугольника Гродский, Вознесенский и Евтушенко И мне всегда казалось, что вы несколько от Его Тушенко очень близко с Вознесенским, и последние два года я просто лично наблюдал ваши встречи, ваши беседы с Евтушенко, и мне показалось, что вот какая-то переоценка, какая душевная работа произошла. С чем это связано? В том, что не было переоценки, не было, я всегда считал Евтушенко величайшим в Тарамбурске проектом и величайшим в Евгении. Но, конечно, мне подъезжали по поэтике, по образному мышлению, может быть, даже чисто по-человечески, как-то мы другого рода начали, и мы просто дружили, но просто как человек с вами дружил, как стены дружили, то это по-человечески, почаще теплота, но это так, по-действию, так вроде подыкать не могло, но я чувствовал, как ему тяжело, и будучи температурно-обозревательным здесь, очень серьезно, я его пытался поддержать, его окривитали до фути, до улиц, и они не будут все отбираться на все подробности его взаимодействия, но там была борьба за много времени, и не очень, как вся первая база, говоришь, что не очень сейчас чистотой. Короче говоря, создавал Евгений Шевченко, то есть он такой советский и не советский, а Бродский он совсем такой несоветский и не советский. Вот. И это, ну, как раньше я знаю, это стоит время. Если говорить о реальности, то мы-то в курсе были делаем тогда. Евгений Шевченко использовал все связи, чтобы отказаться спуститься в Украину. Именно он позвонившимся в него через свои связи, он умолял Андропова, чтобы сначала и уже с него выпустить, потом, чтобы его и ссылки выпустили. И именно он действительно, Андропова это идея, что если он вам так, вот так, вот поперев указал. Ну, 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 ну. Сын, так сказать, он должен был утром в 6 утра вставать в трактусе. Девать, там человек не стоит. И вымолил Евгений Шевченко, вымолил. Правильно, вымолил? Ну, знаете, Евгений Шевченко у него с ними разговаривает. Вы смотрите, когда Хрущён признавался, господа аббрацисты, вы фидорасы, и он к суду не привлекал, и потом была старая встреча. И там произошла такая штука. Что-то сказал Хрущёнко, в ответ его у Хрущёнко сказал, что Горбатова могилу исправь, и тут Евтух ударил по столу кулаком и сказал, хватит, хватит могилами людей исправлять. Прошло то время, Никита Сергеевич, и Никита Сергеевич во многу тому распространяется. Вот как это было. И вдруг Хрущёнко. Вот он умел с ними как-то ещё разговаривать. Он, опять же, тоже личностью помещающийся только с того, что он исправил. Я считаю, что он благоговение перед Хрущёнко, и как перед Мирикой, и как перед Человеком, а как написавшим те, которые влияли на хирургическое. Ну, конечно, что он действительно меня помнил. Но мы увидели вдруг, после этого мы много раз встречались через театр, на автокранте, шла мистерия Сократа, и многие другие места. Но как-то так. Ну, последние полгода мы очень тёмно. Так, конечно, на ваших глазах, я рисую. И только он из Президиума, позапрошлого, по конгрессии. «Костя!» А потом на строке говорится, «Костя, Лена, я же вас не узнал! Простите меня ради Бога!» Я что за статью вспоминал, которую вы... Во-первых, он вспомнил статью... Он не вспомнил, он её никогда не пробовал. Это была статья «Воскресение Евгеньевского» на строк века. На его антологии строк века. Но, кроме того, он вспомнил, может быть, и не добывал, скорее всего. Была такая ночь. Тоже в 93-м году. Вот ещё военносерский 93-м и Евгеньевский. И он мне звонит и говорит, «Я хочу, чтобы вы пришли на мой вечер. Я вам хочу подарить вам книгу». Ну, прямо, скажем, это был не лучший. Евгеньевский Евгеньевский Евгеньевский, он читал там стихи, написанные в Америке, про что у Белого дома. Это не было как-то для себя скучно. Но я, как бы сказать, сидел и мучаюсь. Правда, не знаю, как в Корее убежать. Потом я подхожу, значит, задний Игорь, с которым он был. «Нет, я вам их напишу сейчас». Я всем напишу, а потом мы поедем к Сталу Кулешу, там к моему другу. Ну, в общем, мы до часу ночи сидим. Потом я говорю, «А я что-то тогда могу взять так, это далеко, очень право, а это все в центре». А я вот еду через Шумашку, он подходит к моей девяти чашке, мы там на первом этаже, а я хочу посмотреть, какой же вечер. И он открывает дверь, а там стоит бутылка, которую я накупил, достанно. «Очень черт!» «Очень черт!» «Ой, это виново и ее насмеяли!» В общем, мы сидели, мы сидели, но это еще не все. Наступил рассвет, где-то в 4 часа-4 часа, это лето. А под моим окном разыгрывается Пьеса Чехова, и что, как всегда, рубят их, что высадят. Громану никак его вырубить не могут, бульдозеры, сейчас никак, остается какой-то страх. И тут, в этом островке, жмем в садах, как загринит соловей, просто чтоб не иновектора, не иновектора. И вот он, при вас, Горос говорит, «Ты спас меня такая жизнь!» «Ты спас меня жизнь!» Оказывается, он хотел на себя наутипу. Так вот, насколько его вот эта ситуация в Америке придавила, и настолько он переживал вот это взаимоотношение, не сбросить. Но я вообще не могу, я не хочу ничего про русского полкова сказать. Просто так, ну, ракоролики какие-то, нескладок какая-то. Но потом, русские же это, они же ко мне полностью, а я спрашиваю, все-таки, 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 они были ранее, у них еще велики, и они там, почти, кто, 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 кто. время с десятителями, разные. Разные поколения, но «мы с paradoxical Он утверждает, что я спас. И последние 27 декабря уже вещали в магазин Москва. Позже-то ты мне спас. Жизнь у меня была. Переломная ножка. И он написал, что у меня есть. Можно за сборки мы когда-нибудь посмотреть. Ну вот так. У тебя вопросы, пожалуйста. У меня простой вопрос. А я бы хотел, чтобы Елена Александровна Корцюровна почитала стерео. Вот. Правильно. А ты рисуешь вопрос от всей области. Камеру Светлане. Елена Александровна Корцюровна. Я бы хотела попросить Константин почитать еще одну вещь. Ему раннюю. Собственно, с которой я познакомилась с этой вещью раньше. Почему? Познакомилась с ними. Просто по спешку. У меня взяли работу на другую газету. Вот. И там стоят люди, держат руками все эти бумаги и размещаются. Говорят, что такое? Какое имеет право человек так непонятно писать? Непонятно писать и разрешается только Вознесинскому. А тут, понимаете, вот такое. Ну, я в них посмотрела, что-то непонятно не должно. Мне просто все это очень понравилось. И только я в этом называлась поэма «Бесконечная». И я хочу просто его попросить прочитать, а потом нет. Хорошо. Хорошо. Поэма 60-го года. Сразу скажу, что это время рождения, это не так. Вот там вы сами знаете, где она появилась. Из контекста нашего разговора. «Ежедневно слышу тебя, как постранно звучат слова. Закрываю глаза. И все и передо мной. Эти краски, рожденные темнотой. Эти крики, рожденные тишиной. Будь сижу, оставленный в сень. В глубине понятия слов исчезает видимый мир. Но я могу говорить, и мир рождается снова. И синий день, и красная волна. Зеленый луч упал на попугая. И попугай заговорил стихами. И синий день, и красная волна. И синий день, и красная волна. И я бегу, бросаюсь под трамвай. Окола, окон, пролет, пролетом. И этот столб среди серых стен. Какой-то прохожий шагнул в пространство. И рухнул замер в московь столетия. А дворник сметал статуары, звезды. И в мокром асфальте ломались люди. И я вышел к себе. Через навстречу он. И ушел тот, раздвигая нату. Одногорный верблюд. Одноногий верблюд. И двуногий. Идет одногорный верблюд. Млотая пески и туманы. Идет одноногий верблюд. Все в памяти сон превращает. А в городе пляшет луна. Над городом плачет луна. Связание домов людей. Очень маленьких и нереальных. Но гордый с тобой до конца. И тошли бы, и двун, и навстречу. Одногорный верблюд. Одноногий верблюд. Идет одноногий верблюд. Глаза и пески и туманы. Идет однокорий верблюд. Все в память сон превращая. Ну и гордый. Вращаются в небе звезд. Этот взгляд возвращается к своему истоку. Истекаются за ними формы. Над словом, за очка. Словно два влюбленных. Сончаются для ад и неба. Ребята, как только я не знаю. Ну, сейчас у нас по полнолунию. Я прочитаю такое стихотворение. Свидетельство луды. Луна не каждому сестра, Отвар лунных трав не пей. Обугленного страсти рта не открывай, Когда луна сочится ртурным молоком. Луна не каждому вдова, Кто в сердце схоронил себя, Молчание луны макал. Безмолвие ее вино. Не спрячет в зеркало лицо. Звенят ионы серебра, Шпионы лунных вечеров. Ведь в каждом зеркале луна. Луна не каждому алтарь, Для жертвоприношений дней. Они давно уже всегда Нарезаны на диск луны. А небо – искренний экран. Оно – свидетельство луны. Не каждому луна верна, Кто бродит по ночам во сне. Нет поворотной стороны Ни луны, ни луны. Бывают случаи, Когда людям не хватает слов. И получается вот такое. Тен ченего, Эрвикац, Депарга. Нет ничего красивее Гепарда. Ямуар, Геур, Гений угрозы, Красивые всегда грозны. Ниолиса, Они всегда. Тигр и зебра, Броди, Играют в одну игру. Мавра, Ревнивца над ланью, Играет пантера, Рыча. Лев, Играет царя, Молча. Он, Властью солнца спят. Красивые всегда играют. Аргей, Ервот, Играя, Горят, Ниолисад, Перекатан, Горта, Юга, Гравий, Вверх, Дружина, Рыжок, Леопард. Красивые всегда. Правы, Ниолисад, Время, 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 Горты, университета, а Казанский государственный университет. У вас же было студическое, Сергея, или уже после прожитетности? Да нет, студическое, я был на третьем курсе, Лена поступила на первый год на журналистике, мне отчислили шутка. Я, мне кажется, помещал еще один год, без степеньки и без училища бонус-служители только, а потом, да, я заканчивал, лет, покой, и ночью заканчивал, да, это был такой, все-таки сохраняющий традиционного почерства, это что почерство на столе, так-то я тут не совсем, когда оказался в последний класс, там родители были, а потом я проведен в свою группу, опять вот эти штуки, вот это вы сейчас, я буду сгореть, и за сушки меня вызываешь, говорит, ну, вы же понимаете. Когда деканом зонали сидел на сушки, который потом вызвучил, да? Да, он говорил, ну, он говорит, ну, понимаете, там когда открывается факультет, только что журналисты, давайте я вас переведу, хотите, хочется. В общем, надо сказать, что ж, ну, наехал мне, ну, вот это стихи, которые я читал, это для них было. Они не знали, как там написать стихи, но в самом разу они все знали, как надо написать стихи. Это чудовище, наверное, это не укладывается в сознание, ну, ну, каждый спортивный курс знал, как надо написать стихи. Вот, и я как-то разговаривал. Вообще, конечно, это не жизнь, это как-то сплошная конспиративная ямба. Я не понимаю, вы эти люди что-то говорите, ох, как там может быть, да, как там может быть, да, 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 да. И я не знаю, как я шла, как было то, что Валентинсер написал, травят зайца, не шутся в суд. Вот я вам, вот уже перед смертными показываю, что заборю было написано. Забор-заяц. Я с этого имена уже не заборю сиди, уже вот перебегаться, ну, это не как зайца. Вот и забор, и зайца, в одном слове. И забор зайца. И забор зайца. Друзья, еще два вопроса. И затем, Александр Александрович, проведет завершение. Будет и стих. Будет и стих, Александр Александрович. Читаем. Ну, почитаю, конечно, почитаю. Только ты знаешь, как играешь медиковой, южный хирургин, «Когда с ветвей свисает гибон, с лица стирается ли?» Но гляди в лицо, не всегда в лицо, не для всех играем гобой, но гляди всегда в лицо, не в лицо. Готовец не бывает самим собой. Он может быть всем, что говорит гобой, он может быть, а может и быть. Но ты должен быть только самим собой. Только самим собой должен ты быть. Помогай, на пути юг, открывай дверь, или свет выключай. С другим лети сквозь твердную твердь. Тверди не замечали. А антилам нет основания в твердь. Это заметил Джузеппе Берли, когда сквозь твердыню ада пошла и вышла айда. На слонах и на колях хараонов в ад езжают хараоны и рабы хараонов. Но антис всегда и влюблёт. В нём нет степа, толка и гола, в нём нет возраста, в нём нет пола, а он полон пламени без огня. Ад всегда без меня. Я думаю ещё, я играю на скрипке Пекасо. Скрипка, скрипка, лишь небо в нём. Я играю на скрипке Пекасо, или скрипка играет со мной. Все играют, а я не играю. Все играют, а я не игрок. Несомненно, я всё проиграю. Проиграю, чтоб выиграл Бог. Потому что, когда я играю, я играю в себя и во всё. Несомненно. Я всё проиграю. Но за то проиграю, я всё. АПЛОДИСМЕНТЫ Завтра, здесь 14 часов, состоится презентация чередового номера журнала Балтики, и вы были когда-то гостем этого журнала, был большой материал посещенный вам. И мы всё время думаем, как сделать так, чтобы Кремжат стал одним из литературных центров. Ну, с Москвой. Уже стал. Как вы считаете, что нужно в нашей литературной жизни, чтобы вот этот интерес к литературе в целом и к Калининграду, как городу, где живёт литература, рос? Мы очень благодарны вашим визитам, потому что считаем, что это один из таких очень важных шагов в этом направлении. Что ещё очень важно в этой жизни такой литературной? Что нужно было сделать бы ещё? Вот журнал, в котором мы работаем, другие вещи, которые мы тут проводим, но… Я думаю, что надо так же, как вот… Я, естественно, как автор «Всемирного дня» поэзии «ИНЕСКО» на таганку проведёт, и с вашей помощью мы провели 16-й как-то… Да, в 16-м году Калининград, он Центром Соборя, да? Вот, сделать это вообще на такой… Календарные даты обязательно, календарные, надо проводить вечер с поэтами, которые вы считаете интересными. Вот. А так у вас всё это, всё это и так видит жизнь, научная библиотека на службу. Крадите кампус для наследия, что самое… Одно из самых важных вещей. Но явно ещё на вашем месте, если вы укладите силу, отворите его… Вы знаете, как-то странно, что-то непонятно для меня. Чего это насилие? На себя отрывают уже в прошлых летах, да? Вот опросите население, причём очень рамотное, психологическое… Ну, примерно процессов 60, вообще, не знаю, коня для области открытия, не знаю. И он ещё раз присутствует. Я подкрыл состояние такой семинар, вот, по открытиям, космологии, физике, по весе есть, вниз ещё, вот ещё, которые через нанесения не нанесены. Отчасти это следы тоталитарного режима, который как-то странно. Вот в Германии назвали теоретные сунские юмейские системы. Правда? Я продолжаю, одна не работает. Куда же это? Какая-то, не может быть создана, а с форбулой работой, все куда-то. Вот. Но у нас тоже как-то там, кто-то из-за шлема. Его издали… А чё, знаете, я что-то поразить, знаете, при антропе вдруг исчезли. Выходили, Эйнштейнские спорты, Академия наук, и вдруг при отрока всё прекратили. Потом, когда советская власть благополучная из Тохма вот сейчас откроет шлюк. Посыпались княжонки. Теория относительности открыла жена Эйнштейна Милева-Ваневич. Эйнштейн... Она была ввести с ним, студент Кивенковского, да? Да, да. Теория относительности Эйнштейна украсывала по Альтере. По Альтере я узнал, очень интересно, потому что мой голодник хотел, что можно украсить. Ну, и так далее, и всякие глупости, всякая чушь. Вместо портрета Эйнштейна, где он, знаете, такой свитер, такого же умная, все добрые собаки, и вдруг везде слышен язык. Язык вышел. Языком, когда налезли до него репортеры, бегом. Ну, нужно жареное, жареное. И второе, что он показал язык, когда расспросили, после испытания от Альбома, на Атоле Безлиги, и один из сенаторов сказал, что в вознесении ущерба жителям выдано 40 свиней. Эйнштейн сказал, что я об этом думаю, но об этом спросите сорок первого, извините. Да, я решил, что он был, конечно, в полном мужестве. Кстати, один из книг, что Эйнштейн отец мой Бог. Эйнштейн говорит всегда, меня называют пророком, демиум, демиум, глянусь, мне даже Богу приходит, что его говорит. Но он писал, он написал записку. Это уже в том же время, ну, накануне войны. Ну, как? Нет. Там ему прорывался из концлагеря венгерский физик, соседа было его имя, он бежал из концлагеря, и сообщил Эйнштейну, да, и тут перма не работает, на данный момент, но тогда Эйнштейн, промочившись, всю ночь все-таки написал его письмо, и правильно сделать, что написал. Потому что вообще-то там вот, знаете, вот, а если бы у Китлера была атомная бомба, он же сказал, боже, прости меня за последние пять минут, с двенадцать метров. Он, он, они работали однажды, они были близки к этому. И России. Ну, отцом атомной бомбы вы не сможете задать, но, ну, Господи, Боже Боже, не любое, в жизни можно обозвать, чтобы обозвать. мы завершаем нашу встречу. Самый последний вопрос, если он есть, иначе мне слово отдаем. кстати, Александрович, он завершает. Ну, кстати, берите в руки завершение. «Невеста, охватая светом». Невеста, охватая светом. Невеста, охватая светом, невеста, невеста, шкафит. Она пальчики червячит. Она петли дверные вяжет. Голос сорванный с древа, кешкорно вкушает лифа, белую плаху глотает. На крестном подобии прикажет, шею ширпой, верцает мёдом под рот параночного, рубит скорбь на скрипку, тонет триллянный саркофаг, селечащий михом, хор бедреющий саркофагом. Что это точно жопанное? Или ты чья? Или с меня шашками несет серей, турбокур непролазного света, дивным лагом застегнется, голодающий жертвов осень, перемалывающий всех рабок. В ёдрах сетих можно вкладывать только себя. Спасибо. Дорогие друзья, я поздравляю Илья Александровна Корсуку за согласие на этот вечер, за то, что так интересно, эмоционально и мудро говорили всех гостей, за то, что слышали нашего научного библиотека, что дарит приют веновремя пожалуйста в библиотеке просит сказанное сказание. Уважаемые друзья, вы знаете, что просто символично, что эта встреча прошла в первые дни Нового года, считается, что в первые 12 дней можно загадывать желания, которые сгубятся. И мне кажется, что вот если такие важные разговоры о космосе, о Вселенной, о душе человека, о поэзии, о красоте, этот разговор, который положил начало нашим ритературным встречам, станет вектором, и того, что происходит в нашей областной библиотеке, и того, что происходит вообще в культурной жизни Калининградской области в этом году, мне кажется, это будет самое правильное. Я благодарю наших гостей за этот важнейший разговор, за эту встречу. Мы всегда рады видеть вас. Спасибо вам огромное. Спасибо всем, кто был причастен к тому, что это состоялось. Не могу не сказать «Слава Благодарности» и депутату Калининградской области Евгению Романовичу Апариусу, который должен отвечать на то, что, кстати, Александр Шпинилс у нас. Спасибо большое за большую поэзию, за настоящую красоту, за такие слова. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.